О ее подвиге узнала вся страна. Медработник Анна Чистякова на ходу остановила автобус, который внезапно потерял управление. История попала на сайт народного проекта «Гордость России», который рассказывает про подвиги таких же простых людей в стране. Елена Кононова расскажет всю правду о том роковом рейсе. Перебралась сюда, схватила за рот, в таком положении ехала, так как тут шофер был, и до тормоза не достать. Тот злополучный день Анна Чистякова помнит в мельчайших подробностях. Тогда женщина ехала на работу в Сыктывкар. Решила вздремнуть, когда вдруг заметила, что водитель едет как-то странно, положив голову на капот. А затем одна из пассажирок подняла тревогу. Медработник долго раздумывать не стала. Бросилась к шоферу, который на вопросы уже не реагировал. Автобус уже выезжал навстречу. Один КАМАЗ пролетел мимо. Тогда у меня были глаза шире, чем мои очки. Была удивлена. И взглядом, сразу смотря наперед, вижу еще два КАМАЗа. И это очень быстро, близко. Естественно, тут надо уже действовать. Я вырулила руль. Моя цель была вырулить и остановить автобус. Случайно нажав на какую-то кнопку, открыла двери салона. Пассажиры стали выпрыгивать на ходу. До тормозов Анна Чистякова дотянуться не могла. Поэтому было единственным выходом – выключить зажигание. Когда автобус наконец остановился, водителя вытащили на улицу. Медработник пыталась его реанимировать. Но было уже поздно. Венделин Томас вспоминает. В то утро Анну подвезли с поселка Приозерный до автобусной остановки в Картеросе. Посадил ее на маршрутку, а сам уже отправился было в магазин. Когда женщина позвонила ему и рассказала о случившемся. Я ей сразу сказал, ты у меня герой, женщина. Я даже представить не мог, что в такой ситуации она так решительно сможет все это обработать, поступить. Это для меня тоже был шок. Сегодня Анна признается, даже сама не ожидала от себя такой храбрости. Вначале было просто удивление. Страх и шок испытала уже потом, когда пришло понимание, чем могло все закончиться. В экстренный момент действовать четко и без паники помогли водительский стаж и профессиональные навыки в медицинской сфере. В тот день Анна и еще несколько пассажиров, можно сказать, родились заново.